Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую на самой зеленой улице города-курорта Анапа. Называется она Кати Соловьяновой. Сегодня температура воздуха местами в Анапе разгоняется до плюс 21 градуса. Ну а так где-то в районе 17. И прохладный ветер поддувает нас. Каждым днем все будет становиться теплее, а даже жарче, ребятки. Мы посмотрим с вами гостевой дом, который находится на улице Кати Соловьяновой 47 со своей подкамерой, парковкой и прогуляемся до моря. Ну а также отдыхать. Сюда вы сейчас можете приехать за 1500 рублей за двухместный номер. Хорошая стоимость. Максимально, по-моему, в сезон будет там до 3300 разгоняться. В общем, смотрите и записывайте координаты хозяев напрямую. Вот так вот выглядит гостевой дом с фасадом. Кать Соловьяновая 47. Своя парковочка. Висит камера. Также машину можно парковать вдоль улицы. Ну и зеленая зона, которую я вам показал изнутри с лавочками, в которых можно посидеть, отдохнуть. Квартал. Центральный рынок с вкуснейшими, свежащими фруктами и овощами находятся. Все магазины, которые вы только можете себе представить. Также в ту сторону у нас автовокзал. Тоже очень рядом. То есть доступность максимальная. Дворовая территория закрывается полностью. То есть вы будете здесь спокойно отпускать своих детей. Не переживать, что с ними случится. Давайте сначала посмотрим, как выглядит дворик данного гостевого дома. Номеров здесь не очень много. Так что толпы не будет. То есть есть столики, батут. Такого вида разнообразные гамаки. Интересные места, в которых можно посидеть, отдохнуть. Есть холодильники дополнительные. На гамойка присутствуют. Вот такие вот гамаки. Для тех, кто любит на брусьях поразмяться. Тоже есть места. Подтянуться можно, ребятки. И самое важное, наверное, для каждого. Это мангальная зона. Кто приезжает к нам и хочет сам порадовать свою семью. Может быть, друзей, знакомых с шашлычком кавказским. Потому что мы уже на Кавказе, ребята. Также здесь имеется своя кухня. Кухня это две варочные поверхности. Две раковины. Микроволновая печь. Чайник. А также холодильники есть. Если вы захотите постирать, то стирка 200 рублей. Все посудные вам принадлежности и кастрюли вам предоставят. Вы можете увидеть, что несколько таких дверей, отдельные входы. Это как домики, считается, у людей, которые сюда приезжают на отдых. Номер рассчитан на 3-4 человека. Заходим. Здесь двуспальная кровать и раскладывающийся диван. Есть свой столик, свой холодильник, место для хранения, кондиционер и телевизор. Также есть, куда повесить ваши вещи. Место для хранения выглядит вот так вот. Также в номере есть свой санузел. Санузел имеет наполнение унитаза, раковина, зеркальце и душевая зона. Приехать сюда вы можете за полторы тысячи рублей. В сезон будет цена повыше. Уточняйте, пожалуйста, по номеру телефона, который указан. Все эти домики идентичные, поэтому показывать каждый из них не будем. Но покажу вам еще несколько номеров в доме. Кубанские фрукты, ребята, которые вы можете побаловаться. Я купил их на центральном рынке. Вкусно и ароматно. Проходим в дом. Здесь есть такая вот интересная поворотная лестница. Выглядит она очень классно. Есть поручни. И пасть здесь будет невозможна. Ступеньки, в принципе, широкие и хорошие. Ну и подъем довольно-таки небольшой. Поднимаемся на второй этаж. Сразу видим, что здесь установлена гладильная доска. Также бесплатно вам предоставят детскую кроватку, если надо. Если вы приедете еще с кем-то, доп. места, раскладушка будет стоить 500 рублей. Вот так вот выглядит детская кроватка. Сейчас мы с вами смотрим двухместный номер. Довольно-таки просторный. Здесь места много. Есть холодильник, вещи куда повесить. Место для хранения. Выглядит оно вот так. Также имеется двуспальная кровать, прикроватные тумбочки и сплит-система. На противоположной стене имеется телевизор. Также в номере есть свой санузел. Санузел у нас выберет вот так. Здесь унитаз, душевая зона, раковина, зеркальце. Если вы приедете сейчас, на двоих человек этот номер будет вам стоить 1500 рублей. В общем, порадовало наличие чайной станции. Смотрим с вами номер на 3-4 человека размещения. При входе у нас встречает двуспальная кровать. Есть холодильник, чайная станция, телевизор, место куда повесить ваши вещи. Сплит-система. Также раскладывающийся диван. Имеется свой столик и место для хранения. Шкаф выглядит вот так. Также в номере имеется свой санузел. Здесь имеется раковина, унитаз, зеркало, полотенцесушитель и довольно-таки большая душевая зона. Стоимость данного номера сейчас будет 2000 рублей. Смотрим с вами, друзья, номер, который мне понравился вообще больше всего. На входе нас встречает место, куда повесить ваши вещи, поставить обувь. С правой стороны место для хранения. И посмотрите, какой большой номер. Здесь двуспальная кровать с прикроватными тумбочками и раскладывающийся диван. Также есть холодильник, зеркальце, телевизор и чайная станция. Ну и большое окно практически в пол с видом на улицу Кати Салаваяновой. Шкаф выглядит вот так. Стоимость этого номера будет также 2000 рублей. А фен, если вам надо, выдают. Если вы хотите забронировать, либо получить дополнительную информацию, звоните по номеру телефона, который видите сейчас на экране. Ну а нам с вами пора отправляться на море. Ребятки, хозяин гостевого дома предлагает, если вдруг вы позвоните с Катей, что от меня, то вам будет скидочка 5%. Мы прогуляемся с вами теперь по улице Кати Салавяновой к морю. Пойдем на самый центральный пляж. Там побольше движухи сейчас, людей, так как у нас не особо много. Посмотрим, сколько по расстоянию у нас получится. По крайней мере, по времени. Уже я что-то не нашел, каким приложением посчитать расстояние. Ну, заявляю, где-то минут 10 до пляжа. Я бы советовал вообще вам ходить на речку Анапку. Она здесь, в принципе, по расстоянию по карте смотрела одинаково. Получается, просто за нее, там уже начинаются пляжи Джамате, больше пространства, меньше людей. Центральный пляж все-таки у нас поднагружен в Анапе. Ну, как говорится, каждому свой пляж, и каждый выбирает, ну, то, что ему нравится больше. Поэтому сами смотрите, ну, посмотрим центральный пляж. Сама улица Кати Салавяновой, ну, невероятно красиво, красиво, зелено и прекрасно. Удивляют мне, конечно, люди, которые тут из магазина выбрасывают в мусорки сюда мусор. На что не идут только наши предприниматели, чтобы не платить за вывоз мусора. Не знаю, конечно, сколько у них коммерческий вывоз стоит, но не думаю, что такие космические деньги, чтобы его туда не вывозить. Люди сидят, отдыхают, прорудиваются с колясочками. С левой стороны, раз я вам и говорил, вот он, автовокзал Анапа находится. Всего лишь в нескольких метрах пути отсюда. Люди у нас культурные, пропускают, это хорошо. То есть можно пройти сюда налево, через пешеходные переходы, рядышком с центральным рынком. Большое количество там разнообразных заведений, шашлычки и все, что вам надо. Но мы пройдем через перелог Малинкин. Мне почему-то именно так хочется прогуляться. С левой стороны у нас магазин. Здесь продают разнообразные вещи для вас. Причем по таким не сильно высоким ценам. С правой стороны работает шашлычная номер один. Шашлыч 69 рублей, обещают они. Друзья, если здесь ели на пересечении улицы Кати Соловьяной и улицы Красноармейской, буду вам благодарен за ваш отзыв. Потому что ваши отзывы, это, как говорится, наше все, которое нам дает возможность узнать как можно больше. Потому что как к вам относятся ароматы шашлыков, таксисты и автовокзал. То есть я бы пошел туда направо, на островок и туда на море. Здесь также вот хот-доги делают и кучу других вкусняшек. Мы телепортировались на другую сторону улицы. Лучше переходить там по пешеходному переходу или там по пешеходному переходу. И оказались уже все так же. Кусочек улицы Кати Соловьяной, который перейдет в переулок Малинкин. Здесь мне очень нравится придомовая территория. Домики такие старенькие. И здесь прям участки сверхзеленые. Здесь очень много цветения всегда по весне. Мне очень красиво здесь прогуливаться, друзья мои. С правой стороны у нас находится большой пансионат Сан-Марин, который в этом году возвращает людям путевки. С чем это связано на 200% не знаю. Но, скорее всего, там проходит реабилитация наших бойцов. Прилагает людям в другие места переселиться. В принципе, хорошие условия. Никто особо не ругается. Просто интересуется у меня, что, как, почему так происходит. И осталось немножко, будет поворот на улицу Горького, где будут более оживленные проходы и проспекты. Просто тут давно не ходил еще прогуляться именно здесь. Да, смотри, сейчас там люди проживают. Вижу, сушатся вещи на балконах. Здесь мы упираемся в санаторий Анапа и поворачиваем налево. Это перелог Малинкин. Здесь тоже частный сектор. Такой вот Анапы, в который все друг на друга налазит. Тут, бац, полкрыши у дома, да? Как-то участок разделился. Полдома одним ушел, полдома другим. Ну, и как, в принципе, все участки Анапы. Почему вот, собственно, мы пришли? Тут такое немножко не совсем широкое, как вы привыкли. Потому что в течение времени по наследству делятся участки. Выкупать целиком не у всех тут хватает денег. Потому что земля здесь действительно золотая. Я даже не мечтаю о том, чтобы у меня когда-нибудь появился домик где-нибудь в самой Анапе. Мне кажется, он может тут достаться только по праву рождения. Смотрите, какие красивые еще розы. Розы, розы. Ребята, мы снимаем с вами уже. Причем такие большие бутоны. Здесь уже даже ягоды на деревьях. И в скором времени появится первая черешня. Красота. Поют птички. Ну, не знаю, нравится мне вот этот перелог. Поэтому я пошел по нему. Давно здесь не ходил. Мы выходим на улицу Горького. Тем временем мы в пути. Всего лишь 2 минуты, дорогие друзья. Ну, пускай там селфи-видео записал. Тоже минутка. То есть за 3 минуты мы уже в центре, так сказать, курортной жизни Анапы. Рядышком с улицей Гребенской. По которой будем двигаться к морю. Работает здесь уже все. Люди кто-то в майках, кто-то в куртках. Прям такой контраст. Встречается лето с зимой. В общем, все работает. Прям такая действительно курортная жизнь. А то показываю вам. Вечно где-нибудь по безлюдным местам хожу. А здесь можно увидеть, насколько все красиво. И все уже готово для вас открыто. Чтобы приходили, тратили свои денежки. И приносили доход нашим предпринимателям. Мы, конечно, в этом году ждем очень много туристов. Сегодня заявили о том, что майские праздники. Мы отдохнули порядка 300 тысяч человек на берегах Анапы. Работает столовая. Кстати, хорошие отзывы об этой столовой. Фильмки, честно, не вижу. Потом подснимем обязательно. Здесь с той стороны еще столовая работает. То есть проблем с питанием даже сейчас не будет совершенно никаких. Анапа зимой уже не вымирает. У нас в основном центральная улица работает круглогодично. Здесь могу посоветовать шаурмичную. Гераскинг называется. По крайней мере, очень часто там сам покупаю шаурмут. Потому что мне нравится. Ну, это как отличить местных от отдыхающих. Майка, шорты, кроссовки. 100% ребята приехали к нам на отдых. Так, пять минут, ребят, пересечения Гребенской и улицы Горького. Улица у нас самая красивая местная. Анапа, пешеходная зона. Теплотаны, корона. Здесь в торговом центре находится много разнообразных кафе, которые можете прийти, полакомиться нашими вкусняшками. Здесь у нас жемчужина. Такая площадь. Я смотрю, там Мидиустрицы открыли. Какой-то павильончик. Здесь у нас происходит выступление. В летний период времени по вечерам собираются ребята, танцуют под музычком. Очень-очень красиво смотрится. Муралы советского прошлого. И мы проходим санаторий Анапа. Здесь, кстати, у нас в Анапе, не многие знают, находится почтовое отделение. Самое историческое, которое только есть на анапской территории. С левой стороны торговые точки уже. Здравствуйте. С левой стороны торговые точки уже пооткрывались. Наши подписчики дорогие ходят. Посмотрите. И здесь розы готовы распуститься. Фантастические действия, дорогие друзья. Здесь вход сам в санаторий Анапа. Но вот то здание, почта, о котором я только что говорил и рассказывал. Друзья мои, друзья, посмотрите, какое здание с колоннами. Беленькое смотрится немножко нелепо рядом с огромными гостевыми домами. И оно также продолжает функционировать. Можно прийти, отправить или получить свои почтовые отправления. О, здесь у нас все понятно делают. Дом страха. Я, кстати, ни разу в жизни ни в одном из них не был. Здесь у нас работает столово. И здесь мы можем разглядеть цены на блюда, которые тут имеются. Допустим, борщ стоимостью 80 рублей. Людей уже очень много. С покупками, кстати, здесь проблемы. С левой стороны будет платная покупка в летний период. Отвлекает немножечко звоночки под нашу любимую песню «Лето в Анапе», друзья. Здесь у нас высажены новые деревья, которые стали довольно-таки красивым украшением этой улицы. Ждем, конечно, когда они вырастут. Для этого хочется больше всего. Здесь какое-то идет тоже замороженное состояние. Я думаю, в дальнейшем все пооткрывается. Купальники уже вовсю продают. Предлагают вам, как говорится, нарядиться покрасивее, чтобы больше людей захотели приехать в Анапу. С правой стороны работает «Бургер Кинг» круглогодично в этом месте. И смотрю, что здесь славится сама себе, устраивает конкуренцию. С той стороны у нас торговые точки. Пожалуйста, вам очереди с замороженным в Анапе. Что может быть лучше? Какие названия? Бедный еврей и американец. Также торговые ряды здесь функционируют с одеждой, очками. И всем, чем только вам нужно и не нужно. Меня всегда очень радует, когда мы с вами можем поглядеть на то, что продают. Люди подкармливают пёселень. Доброта. Всех придет. Ох, смотрите, как красиво будут свистеть и деревья. То есть мы очень ждем, когда они вырастут. С левой стороны у нас появилось ровное количество пальм. Здесь открываться готовится столовая. Мамма ми, или даже уже... Нет, уже работает, друзья мои. То есть голодными вы не останетесь. Вон аппетит. Столовая готовится, как видите, с правой стороны. И также сейчас локий кафе будет. И еще здесь с левой стороны у нас аквапарта. Золотой пляж, который после реконструкции стал одним из лучших на Черноморском побережье. Или даже для меня самым лучшим. Тут уже, кажется, можно спорить, можно не спорить. Друзья мои, если там были, пишите, как вам. Особенно после обновления. Куда дальше у нас? По идее, платная парковка. Но что смотрю, там уже особо и мест нету, куда припарковаться. То есть она поедет к тому, что у нас парковочных мест все меньше и меньше. Кстати, смотрю, что аквапарк готовится к открытию, друзья. Там уже во все рабочие работают. Это хорошие новости. Здесь у нас жемчужное кафе функционирует. С правой стороны мангал джонер. Вот так вот болтая уже добежали практически до моря. Цены можете затестить. Пишите, дорогие или нет. Будет интересно. Допустим, супы. Кутом-Ям здесь 600 рублей. Это, как говорится, вместо летнего заработка. Поэтому ценник здесь ожидать дешевый не стоит. Но зато все очень красиво, симпатично оформлено. Аж с этими, знаете, ароматами шашлыка есть захотелось. С правой стороны работает, пожалуйста, парк Джузеппе. Вовсю, друзья. Посмотрите, как все быстро у нас пооткрывалось. И вы только приходите, только вас не хватает. Здесь фуркорт, жемчужная столовая тоже готовится к открытию. Грик-стрит тоже отработал у нас весь сезон, ребята. Ну, а здесь у нас вход на центральный пляж города-корорта Анапа. Вывеску так еще и не вернули на место. По большому сожалению, вот здесь что-то переделывают, сносят, что ли. Интересно, как это будет увидеть в дальнейшем. Мороженое с левой стороны. И, кстати, вот интересная вывеска. Пляж. Ну, в принципе, мы на пляже, ребята. Мы пришли. Говорите, сколько по времени не получилось. Если бы вам ничего не показывало, я думаю, получилось бы все гораздо быстрее. Собаки загорают с надписью на пляж. Анапа. Лайк, ребята. Заходим на центральный пляж. Была ситуация, когда у нас говорили, что, как надпись Моги появилась. Говорят, а что, вы теперь на пляже пляж подписчики? Говорят, да, подписываем. Ну, там, прям перед сезоном пытаются успеть что-то интересное сделать. Ну, и центральный пляж изобиливает количеством людей. Очень много деток, собаки загорают. То есть, со всех сторон уже всех качель. Все занято, где только можно посидеть. Вон там вот прячутся от ветерка. И сразу же загар, друзья. И еще северные ветры. Советую ходить на каменные пляжи и прятаться там. Там будет хорошо. Плюс есть бани, в которых можно посидеть. Ох, посильнее бороздуло. Можно было бы в море закатнуть. То есть, людей достаточно. Я бы не сказал, что очень много на пляже, но много. Ветер только прохладный с моря пришел. Ну, и морешка, здравствуй, наше дорогое. Красивое, классное и прекрасное. Здравствуйте, как вас зовут? Людмила. Откуда вы к нам приехали? Мурманская область, Ленингорск. Как вам у нас? Красно. Очень нравится. Второй год здесь отдыхаем. Там супер. Влюбленные в этот город. Это прекрасно. А в прошлом году в какое время были? В сентябре. А как погода? Хорошая была. Не так холодно, как сегодня? Не так холодно. Тепло было. Купали? Ну, сегодня, в принципе, тоже неплохо. А до какого часа у нас? Уже через три дня уезжаем. Ну, зацепите как раз с завтрашнего дня. Да, сегодня погода хорошая. 20 плюс. Еще жарче, чем сегодня должно быть. А где отдыхаете? А в частном секторе. Планном. Почем? За 9 дней. 13 600, что ли. В сентябре в то мы платили 17 дней отдыхали. Где-то, наверное, отдаем 37. Ну, нам очень нравится. Ну, в принципе, там чуть больше 1000, получается, стоимость. Ну, да. Это хорошо. Какие-нибудь заведения посоветуйте нашим заведителям? Ой, очень нравится хинкальная здесь. Какая именно? Их там две друг напротив друга. Хинкалет. Есть хинкалыч. От хинкалыча. От хинкалыча. Да. Прям очень вкусно. И там, в принципе, еще и недорого. Ну, да. Это приятно. Еще куда-нибудь вот сейчас выходили, расскажи. Ну, сейчас не ходили, а вот в том сентябре еще ходили в Боробор. Очень понравилось. Такой отдых. Хороший. Бассейнный отдых называется. Отлично. Может, кому-то привет хотите передать? Привет моему мужу, который постеснялся подойти. Ну, будет смотреть выпуск и увидит. Отдастся. Пятюнечку. Вам хорошего отдыха. Какая красота, дорогие друзья. Ну, я вас еще раз всех приветствую. Вица, привет вам, Черноморский. С вами сегодня был Юрий Азаровский. Мы прогулялись до Центрального пляжа. Это было недалеко. Все очень быстро. В принципе, к ветру я уже тут привык. Температура хорошая. Ветер бы посильнее, чтобы штормишка пошел. И можно было на кайте закатнуть в море. Было бы, в общем, великолепно. До моря недалеко. Огромное количество разнообразных развлечений. С той стороны парк развлечений. С той стороны по дороге, через речку Анапу парк развлечений. Куча фут, точек. Ну, хорошие номера. Недорогие цены. Приезжайте, отдыхайте, дорогие друзья. Анапа ждет своих гостей. И пишите ваши дозавы. Это очень важно. Собираем тысячу лайков. Снимаем следующую гостиницу. Так что старайтесь. Номерации напрямую пользуйтесь. Но сейчас по традиции море, дорогие друзья. Ну, а я побежал монтировать это видео, чтобы вы его увидели. Под видео есть ссылка, которая ведет на второй наш канал. Сегодня там будет трансляция. Ребята, приходите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok